Привет, это Шамшурин. Это видео об особенностях знакомства в разных ситуациях. Это отрывок из одного из модулей моей системы, но общение с женщинами это не только знакомство, это понимание того, как устроена их голова, почему они ведут себя так, а не иначе. И это абсолютно поддается объяснению. Это умение знакомиться и общаться в разных местах. Это умение преодолевать свой дискомфорт, свои страхи и понимать, что сейчас нужно сделать, что не нужно. Это умение переписываться в онлайне, получать девушек из сайтов знакомств. Это умение сближаться и заниматься сексом и проводить свидания с девушками, после которых они захотят наконец-то ехать к тебе домой, и ты забудешь эту фразу «давай останемся друзьями». Это умение выбрать женщину для отношений и в этих отношениях не позволять ей нарушать свои границы, быть главным для того, чтобы она тебя уважала. Все это ты найдешь в моей системе по распродаже с 23 по 26 декабря, по супер цене. С 1 января стоимость этой системы возрастает в 4 раза, и то она минимальна, потому что материал, который я там даю, он просто бесценен с точки зрения пользы. Внедри в мою систему, с женщинами у тебя будет все, мягко говоря, хорошо. И не только с женщинами, потому что это некий катализатор твоего развития. Ты начнешь менять свою жизнь во всех направлениях, как это когда-то сделал я. Подробности здесь под этим видео. Почитай про распродажу, не пропусти ее. Ссылка там, и также там ты найдешь ссылку на сайт с тестом. Тест, который позволит тебе проверить свои навыки и убедиться в том, что ты все-таки можешь соблазнить красивую женщину, и у тебя это получится. Либо сейчас пока у тебя что-то до этого не дотягивает. Итак, проверить свои скиллы и узнать про распродажу. Все здесь внизу. Смотри дальше. Как знакомиться в магазине? То есть смотри, если ты в торговом центре, здесь в коридоре познакомиться проще, чем в самих отделах или отсеках, в том числе и для тебя. А для нее, потому что когда она заходит уже непосредственно в магазин, там больше внимания со стороны продавцов. Там надо тогда выбрать момент, когда к ней никто не подходит, и зайти туда за ней, тихонечко ее открыть, тоже какой-то открывашкой, что-то из упражнений горлом, о котором я тебе расскажу. Начать общаться и сказать, слушай, я тебя буквально на секундочку в коридор выведу, и потом я тебя верну обратно с доставкой обратно. Здесь не очень комфортно общаться. И берешь, и тихонечко за локоток ее тянешь. То есть ей нужно помочь. Не надо вот так, иди сюда и ждать. Потому что в этот момент она как бы сама принимает решение и идет. Значит, она берет на себя ответственность. Когда ты ей немножечко помогаешь, ты тем самым как бы даешь ей понять, что это я такой наглый, охреневший, это я тебя тащу. И также, может быть, она согласится, может нет, может быть, где-то придется поработать с возражениями. Потом ты вывел ее в коридор, там взял у нее телефон, попрощался, обнял, отвел обратно. Можешь сделать так. Что касается знакомства на автомобиле. Все очень просто. Если вы едете где-то в пробке, в потоке поравнялись, ты посигналил, она обратила внимание, ты опускаешь окно и показываешь ей рукой вот так вот. Опусти окно. Не умаляюще, не как-то по-ангельски, просто, директивно. Опусти окно. Берем идеальный случай, то есть как бы бывают разные, но в 90% случаев все будет работать прямо на ура. Она опускает окно, и ты ей уже говоришь, ты отлично выглядишь. Там что-нибудь из этого упражнения горлом, либо что-то про ее машину. Блин, ты так водишь, как шумахер, за тобой не угонишься. То есть что-то туда говоришь. Если там нормальная реакция, ты еще пару слов сказал, возможно, что она в это время тронулась там, ты догоняешь, опять, говоришь, опусти окно. И ты говоришь ей, слушай, остановись там на пару минут, я хочу пообщаться. Буквально две минуты, это важно. И не исключено, что она остановится и скажет, ну окей. Или там что-то там скажет, я спешу, вообще-то неудобно. Ты говоришь, блин, это важнее, остановись, сейчас пообщаемся. Она останавливается, ты останавливаешься за ней или перед ней, это неважно. Ты выходишь из машины, подходишь к ее машине. Она опускает окно, ты начинаешь общаться. Может быть, такое даже, что дождь, и она сама говорит, прыгай, ну типа, садись ко мне. То есть всякие были ситуации на моей практике. Возможно, что если тебе не слышно, я, кстати, в эти моменты понимаю сотрудников полиции на дороге, то, что когда человек там тихо что-то говорит в окне, тебе реально не слышно. Ты говоришь, а ты можешь выйти на секундочку? То есть ты ее вытаскиваешь, заинтересовываешь, общаешься, берешь телефон, прощаешься, все, уезжаешь. Все намного проще, чем ты мог себе представить. Просто нужно взять и сделать это один раз. Бывает такое, что можно открыть девушку за рулем таким образом. Допустим, вы поравнялись, ты привлек внимание, посигналил, она на тебя смотрит, ты показываешь на нее, такой говоришь, ну типа, ты отлично выглядишь, то есть твое лицо классно выглядит. Она заулыбалась, и для тебя это уже такое, типа, отличная реакция, хорошая, надо продолжать. Я говорил тебе о том, как знакомиться в ресторане или в кафе, если в кафе или в ресторане за столиком много подруг. В одном из предыдущих уроков я тебе давал один из примеров, как можно сделать. Пересмотри его, и там есть такое, что ты просто говоришь, я подошел поздороваться, забираешь девушку. А с чем ты можешь столкнуться? Это опять же зависит от менталитета той нации девушек, которые там сидят. Допустим, с тем, что ты подходишь, начинаешь общаться там с одной, и остальные обязательно найдется какая-нибудь самая непривлекательная, которая будет говорить, отстаньте от нас, мы не хотим общаться, уйдите от нас и так далее. Если там какая-то такая штука, ну, ты подозреваешь, что так может случиться, либо она уже случилась, ты просто ждешь, когда девушка, которая тебе нравится, идет куда-то в уборную, и идешь туда за ней, и там с ней знакомишься. Все очень просто. Почему, кстати, так у женщин происходит? Вот это вот синдром зависти какой-то, да, это показывает нутро многих из них, конечно же, очень много хороших, но есть и вот такие вот змиюлькины, как говорит один интересный человек. Вот. Плюс для нее, в зависимости от ее самооценки, от того, какой статус она занимает среди этих подруг, и там от многих факторов, для нее может быть критично важно, если она сейчас даже при них, хотя это ее подруги, а может, и просто знакомые по работе, ты же не знаешь, если она сейчас будет общаться с парнем. Даже если ты ей очень понравился, может сработать вот этот момент, что, блин, я же не такая, они подумают, что я легко доступная, тут со всеми общаюсь, раздаю номера, то есть, а мне это важно, что они обо мне подумают, поэтому нет. И для того, чтобы этого избежать, можешь подождать ее где-то возле туалета. Можно даже познакомиться с девушкой при парнях, при друзьях, в смешанной компании, при семье. Я даже пробовал при папе, и был, ну, много раз пробовал, один раз был очень такой забавный случай, ну, как бы, я прекрасно понимаю, что есть отцовский инстинкт, да, и идет такой папа такой солидный в костюме, там, с дочкой, ну, видно, что дочка, это не было там эскорт или что-то еще. Я подхожу, а я в такой был мохнатый обезьяний куртки, каких-то зебровых кроссовках, какой-то весь такой лохматый, я говорю, здравствуйте, ну, помимо всего прочего, что это еще и отец. Я немножко тогда, конечно же, охренел, наглое поведение, я бы, возможно, на его месте тоже отреагировал, я говорю, слушайте, там, ну, типа, открыл, говорю, у вас там отличная дочь, могу ли я на секундочку? Он говорит, нет, нет, я говорю, слушайте, ну, может быть, я там буду хорошим мужем для нее, он говорит, такой посмотрел на меня, не думаю, и пошел дальше. Ты можешь делать все, что угодно, там, и при смешанных компаниях, и все, что угодно, но сейчас тебе это, наверное, не нужно. Я бы хотел, чтобы ты сейчас твердо закрепил у себя какие-то навыки обычного общения, знакомства в разных ситуациях, учитывая все эти нюансы, о которых я тебе сейчас сказала, они крайне важны. И уже, собственно говоря, потом будешь экспериментировать с более какими-то серьезными сетами. И еще два слова, переходя к следующему уроку, о страхе, знакомство, которое мешает тебе все это реализовать, все, о чем я сейчас разговариваю. Наверняка будет мешать реализовывать те практические задания, которые я тебе дам, которые просто нужно сделать, и ты удивишься, насколько все стало легко. Откуда берется этот страх, что какая у него почва и этимология. Я об этом уже сказал в своем первом модуле про позицию сверху. Если ты можешь подходить сам, пробовать, договаривай с собой, убеждай себя, подходи, пробуй сам, ты должен понять, что этой стены, а ее реально не существует, которая в твоей голове такая, которая мешает тебе идти туда, ее просто нет. И все, чем я занимался все эти годы, я пытался объяснить мужчинам, с которыми я работаю, что вот этой вот стены, которая мешает им легко общаться с женщинами, ее просто нет. Она только в голове, она вымышленная. Их обманули, она не существует. Следующий вариант, как тебе можно справиться с этим страхом. Итак, ты посмотрел маленький отрывок моей суперсистемы Шамшурина. Подробнее о системе и также тест, с помощью которого ты можешь проверить свои навыки, свои скиллы и получить видеоответ с подробным объяснением по ссылке под этим видео. Жми и увидимся там.